Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Мы начинаем с вами урок по русскому языку, и посвящен он будет определенной проблеме. Для начала хочу предложить вам эксперимент. Вот задание. Разбейте текст на смысловые отрезки. И вдруг с очень доброй улыбкой он вынул из своей кофты, притаенную за пазухой собачку. Таких я в жизни своей не видел. Собачка была рыженькая, такая маленькая, а глазища большая. Никогда я не забуду это милое животное. Я думаю, что вы догадались, что речь идет о предложениях в смысловых отрезках. И без труда справитесь с этой задачей. Что вам помогло верно разбить текст на предложения? Конечно же, умение находить грамматическую основу. То есть умение видеть в каждом предложении подлежащее исказуемое. И хочу сказать, что задание номер два формата ОГЭ предполагает именно это умение. Безошибочно определять грамматическую основу. Иначе текст, с которым вы будете работать, приблизительно будет выглядеть именно так, как текст на первом слайде. Цель нашего сегодняшнего урока – повторить теоретический материал о способах выражения подлежащего исказуемого. И моя задача – указать вам на типичные ошибки в определении грамматической основы предложения. Итак, начнем с теории. Способы выражения подлежащего. Давайте вспомним о том, что подлежащее, это вы знаете еще из начальной школы, выражено может быть одним словом. И вы должны уметь определить, чем может быть выражено, какой частью речи может быть выражено это слово. Это может быть имя существительное, напоминаю, в именительном падеже. Дети отправились в парк. Местоимение – тоже в именительном падеже. Мы были в музее, все обрадовались появлению толика, никто не обратил внимания на птицу. К сожалению, при определении подлежащего, которое выражено местоимением, очень часто допускаются ошибки. Поэтому я советую вам очень хорошо выучить разряды местоимения и помнить, что слова «все», «любой», «другой», «никто», «ничто» могут играть роль подлежащего. Это может быть имя прилагательное, перешедшее в существительное, старшее помогли первоклассникам, причастие, ставшее существительным, отдыхающих пригласили в зал, числительное, 5, 5, 25, наречие, несколько странный вариант, но наречие тоже может выполнить эту роль в предложении. Сегодня самое прекрасное время. Неопределенной формой глагола мы еще к этому вернемся. Друга спасти – высшая честь. Междомедием или звукоподражанием. Ух, послышалось сверху. Итак, давайте потренируемся. В каком предложении подлежащее выражено местоимением? Наши пряли, а ваши спали. Но за грохотом разбившейся стихии мой обостренный слух вновь уловил шум в коридоре. Я надеюсь, что вы увидели, что в первом предложении слово «наше» и «ваши» местоимения играют роль подлежащего. А вот во втором предложении самый распространенный вид подлежащего, а именно подлежащее, которое выражено существительным, выменителем падеже. Следующий момент. В каком предложении подлежащее выражено прилагательным? Что-то с визгом пронеслось в воздухе и упало посередине реки. Первый пример. Второй. Ложное не может быть красивым. И я думаю, что вы без труда сможете определить, что в первом предложении подлежащее выражено местоимением, мы об этом говорили выше, а вот во втором предложении слово «ложное» — это прилагательное, которое играет роль подлежащего. Третий тренинговый пример. В каком предложении подлежащее выражено числительным? Злой и лукавый водились, да в яму свалились. Второй, опустившись на колено, пытался приладить соскочившую лыжу. И вы без труда определяете, что во втором предложении порядковое числительное «второй» является подлежащим, потому что задаете самый простой вопрос. Кто второй? А вот в первом случае злой и лукавый — это подлежащее, выраженное прилагательным. Еще несколько моментов для тренинга. В каком предложении подлежащее выражено причастием? Только в то мятежное время 15-летний мог стать членом партии. И второй пример. Встречающиеся стремительно бросились к поезду. Конечно же, вы видите, что слово «пятнадцатилетний», вы задаете к нему вопрос «кто?». Это прилагательное, и оно не отвечает на вопрос нашего тренинга. Встречающиеся стремительно бросились к поезду. Слово «встречающее» — это и есть причастие, которое играет роль подлежащего. В каком предложении подлежащее выражено междометием? Входящие должны предъявить билеты. Его, увы, прозвучало с горечью. Слово «входящее» — причастие, отвечающее на вопрос «кто что?», выполняет роль подлежащего, но не является правильным ответом. А вот слово «увы» — мы задаем к нему вопрос «что?». Увы. Увы, что сделало? Прозвучало. Без сомнения, является подлежащим. В каком предложении подлежащее выражено наречием? «Вчера» — загадочное для меня слово. «Какой враг может выжечь любовь к тебе?» Во втором случае самый легкий способ определения подлежащего выражено существительным. А вот в первом предложении, конечно же, это наречие «вчера». Обращаю ваше внимание на те случаи, когда подлежащее выражено инфинитивом. И маленькая подсказка. Если инфинитив, то есть глагол, отвечающий на вопросы «что делать?», «что сделать?» стоит в начале предложения, то чаще всего он и является подлежащим. «Радоваться жизни — огромный талант». «Что радоваться?» «Верить лжецу — бесполезно». «Что бесполезно?» «Выбрать хорошую книгу — это значит найти себе друга». Инфинитив выбрать. «Приходить сюда» теперь становилось необходимым. Глагол «приходить» в неопределенной форме. Надеюсь, что этот момент вы не забудете. А вот те ловушки, которые подстерегают вас при выполнении задания. Итак, когда же и в какой момент подлежащие нас может поймать? Напоминаю еще раз, подлежащие всегда отвечает на вопрос именительного падежа. «Кто что?», поэтому слова «мне», «тебе», «ему», «ей», «нам», «вам», «им» никогда не будут подлежащим. «Мне нужно доделать задание». Безусловно, это односоставное предложение, в нем просто нет подлежащего. А «мне» является дополнением. Второй момент. Обращение не может быть подлежащим. В предложении «Петя, подойди» нет подлежащего, оно односоставное. А в предложении «Ребята, вы знаете дорогу?» Естественно, есть подлежащие, но выражено оно местоимением. Поэтому эти моменты нужно всегда помнить. Когда вам предлагают на ОГЭ при выполнении задания сложно подчиненное предложение, то нужно обратить особое внимание на его предаточную часть. А именно, союзные слова «который», «которая», «которая», «которая» и «союз что». Очень часто не только связывают два простых предложения в составе сложного, но и выполняют еще одну роль, роль подлежащего. Например, в комнате были старики, которые не обратили на нас внимания. «Кто», «которая», речь идет, естественно, о «стариках», то, о чем говорится в первой части предложения. «Что они сделали, не обратили», и «которая» является подлежащим. «Она любила все, что связано с шитьем». Задаем вопрос «что?» «Что?» «Что это делает?» «Что?» Хотя звучит несколько странно. «Оно связано с шитьем». И таким образом убеждаемся, что перед нами подлежащие. А теперь попробуем обратить внимание на более сложные случаи, потому что подлежащее может быть выражено не только одним словом, а может быть выражено словосочетанием. Обратите внимание на этот перечень. Главное и самое важное, что здесь есть подсказки. Если у нас есть предлоги «с», если есть числительное и существительное в родительном падеже, если есть предлоги «из», если есть слова «много», «сколько», то несколько слов, в состав которых входит упомянутая мной сейчас слова, и вы видите их на слайде, они составляют подлежащее. То есть подлежащее состоит из нескольких слов, и особое внимание обратите на фразеологизм. «Бить баклуши стыдно». Мы задаем вопрос, что «бить баклуши». Отделить эти слова друг от друга нельзя по смыслу. И убеждаемся в том, что перед нами действительно подлежащее. Итак, давайте потренируемся, где в этих предложениях есть подлежащие, которые выражены несколькими словами или сочетанием слов. «Маша с летчиком медленно пошли по росе». Для вас есть в этом предложении подсказка. «Маша с летчиком являются подлежащие». «Еще много времени оставалось до первых шорохов и шелестов утра». Слово «много», что «много времени» является подлежащим. «Никто из жителей не видал и не помнит никаких страшных небесных знамений». Мы обращаем внимание на местоимение «никто» и предлог «из». И подлежащее в этом предложении «никто из жителей». «Гони в шею» звучало в его ушах сладкой мелодией. Мы видим, что это фразеологизм, задаем вопрос к нему, что «гони в шею», что «делало» звучало. Итак, этот фразеологизм является подлежащим. «Каждый из нас любит получать похвалу». «Каждый из нас является подлежащим». В его состав входит два местоимения, соединенные с помощью предлога «из». А теперь задание два. Те предложения, которые вам встречаются на экзамене. Все эти примеры взяты из экзамена ОГЭ, из тренировочных кимов. «Три окна на девятом этаже над квартирой Хлопотовых были неуютно темны». И мы отмечаем, что просто слово «три» без слова «окна» не может быть подлежащим. А вот это сочетание является подлежащим. «Из 30 ушедших на фронт местных мужиков вернулись с войны двое». Самый, наверное, сложный случай, когда мы задаем вопрос «кто?» Двое из 30 мужиков, и вот все эти слова входят в состав подлежащего. «Было ли это следствием гадания?» Очень часто не замечаем местоимение «это», которому можно задать вопрос «что это?» «Что делало?» «Было следствием гадания, и, соответственно, это является подлежащим». «С появлением Ларисы многое изменилось?» Если мы зададим вопрос к слову «что?» «Многое», тогда мы сможем найти верно подлежащее. Теперь «все было кончено». Тот же самый вариант, тот же самый способ алгоритма действий. Задаем вопрос «что?» «Все, что делало, было кончено», и безошибочно определяем подлежащее. В соревновании участвует лучшая из лучших. Обратите внимание, что нам встретился вариант, когда подлежащее снова выражено сочетанием слов «лучшая из лучших». А теперь перейдем к сказуемому. И начну я, пожалуй, сразу с того, что скажу, что самое простое глагольное сказуемое, то есть обыкновенный глагол, тоже вам может подстроить небольшие ловушки. Давайте посмотрим, что это за ловушки, постараемся их избежать. Если глагол употребляется в форме условного наклонения, «съел бы ты свою любимую котлетку», то сказуемое не может существовать без частички «бы». Глагол в повелительном наклонении «пусть она споет» не может существовать без важной части слова «пусть». Мы уже говорили с вами о том, что инфинитив выступает в роли подлежащего, но инфинитив может выступать и в роли сказуемого. Обратите внимание, жить родине служить. Что жить? А если мы задаем вопрос «что есть жить?», то отвечаем на него следующим образом. Это «служить». И слово «служить» является сказуемым. Или фразеологизм «отец пришел в негодование». Если мы отбросим сейчас слово «негодование», то у нас получится совершенно другой смысл предложения «отец пришел». А вот сам фразеологизм «пришел в негодование», то есть гневался и дает нам возможность понять, что перед нами сказуемое, выраженное несколько необычным способом, а именно фразеологизмом. Итак, что нужно запомнить? Обязательно в состав сказуемого, когда вы его определяете, нужно включить вот эти слова «пусть», «давай», «дабы», которые образуют форму повелительного или условного наклонения. А вот ни в коем случае нельзя в состав сказуемого включать дополнения и обстоятельства. Давайте посмотрим, как это происходит. Нам нужно найти ошибку, которую допустили экзаменующиеся. Итак, в предложении «так оно и было на самом деле». Ответ экзаменующегося был следующим. «Было на самом деле». Но в этом случае на самом деле является обстоятельством. Мы задаем вопрос «было как на самом деле?». И безусловно, эта часть не входит в состав сказуемого. Семена созревают в плодах. Ответ экзаменующегося – «созревают в плодах». Но если мы зададим вопрос к слову «в плодах», «созревают как?», то убедимся, что перед нами не часть сказуемого, а обстоятельства. Девочку звали Алиса. Ответ учащегося – «звали Алиса». И снова ошибка. «Звали как?» – спросим мы. И безусловно, слово «Алиса» не входит в состав сказуемого. В художественной школе организовали встречу с прославленным мастером живописи. Пишущий ответил – «организовали встречу». Но слово «встречу» не входит в состав сказуемого, потому что является дополнением. Обратите внимание, что во многих тренировочных материалах и в самих кимах именно так и формулируется задание с ловушкой, когда указывают в составе сказуемого либо обстоятельства, либо дополнения. И ваша задача – быть очень внимательными и разобраться, и отделить, где в каком случае у нас есть сказуемое, а где у нас есть дополнение или обстоятельства. А теперь давайте вспомним о двух самых сложных случаях – о составном глагольном и составном именном сказуемом. Напоминаю, что составное глагольное сказуемое состоит из вспомогательного слова и инфинитива. То есть, когда мы будем искать сказуемое, нам нужно обратить внимание на несколько слов. В первую очередь хочу сказать, что глаголов вспомогательных достаточно большое количество, и надеюсь, что вы многие из них уже знаете, безошибочно определяете. Итак, глаголы, которые обозначают начало, продолжение или конец действия, они перед вами на слайде. В предложении «бледный свет короткого тусклого дня начал меркнуть, когда в окружающей тишине пронесся слабый отдаленный вой». Так вот, начал меркнуть – это и есть составное глагольное сказуемое. Вспомогательным глаголом являются те глаголы, которые имеют значение – желание, волеизъявление, способности. Вот эти глаголы. Желать, уметь, намереваться, надеяться, суметь, ухитряться. Я всеми силами души хотел помочь. Перед нами пример «хотел помочь». Внимание, обратите внимание, не являются частью составного глагольного сказуемого инфинитив-дополнение. Сестра просит его приехать в гости. Маша уговаривала меня остаться до выходных. Задайте вопрос. Сестра просит его о чем приехать? Маша уговаривала меня о чем остаться? В состав сказуемого инфинитив не входит. Вспомогательные глаголы, которые выражают эмоциональное состояние, также являются частью составного глагольного сказуемого. Глаголом связкой может быть глагол «быть» и краткие прилагательные, которые не имеют полной формы, они также являются частями составного глагольного сказуемого. Я был рад помочь вам. В этом случае «был рад помочь» является составным глагольным сказуемым. И слова состояния, на которые вы можете ориентироваться. Можно, нужно, нельзя, надо. По празднику можно было понежиться в постели подольше. Можно было понежиться является составным глагольным сказуемым. Давайте попробуем потренироваться. Я был готов подождать. Итак, в этом случае был готов подождать является сказуемым. Он опять пустился рассуждать о тяготах сельской жизни. Пустился рассуждать. Я рассчитываю получить эту должность. Рассчитываю получить. Маша осмелилась приоткрыть дверь в большую комнату, осмелилась приоткрыть. Студентам необходимо сдать зачет после праздников, необходимо сдать. Во всех этих случаях главный ориентир, частью составного сказуемого является глагол, стоящий в инфинитиве. Итак, хочу еще раз напомнить, что ошибкой будет, если вы включаете в состав составного глагольного сказуемого инфинитив, который является обстоятельством. Он вышел на улицу для чего? С какой целью погулять? Или инфинитив-определение. У меня не было никакого настроения. Какого настроения? Петь. Давайте потренируемся. И будто бы в ответ на ее слова по реке и кустам тихонько начинает шуметь редкий теплый дождь. Я думаю, что вы без труда определите в этом предложении с помощью инфинитива, который есть, и вспомогательного глагола сказуемого. Начинает шуметь. Человек не сможет передать всей красоты слова. Мы ориентируемся на инфинитив «передать» и вспомогательный глагол «не сможет». Слухи стали носиться в обществе. Тот же самый принцип «стали носиться» является сказуемым. Они вынуждены жить вдали от центра города. А вот здесь ориентиром нам служит глагол в инфинитиве «жить» и краткое прилагательное «вынуждено». Я надеюсь, что вы без труда определили составное глагольное сказуемое. А теперь о составном именном сказуемом. Составное именное сказуемое тоже состоит из двух частей. Надеюсь, вы об этом помните и знаете. Составное именное сказуемое – это глагол «связка» и именная часть. Итак, виды связок в составном именном сказуемом. В первую очередь, это глагол «быть», который в форме настоящего времени употребляется как глагол «есть» и является нулевой связкой. Он попросту не проговаривается и не прописывается в строении предложения. День был ясным. Был ясным – это сказуемое. Доброта – качество, излишек которого не вредит. Доброта – есть качество. И вот эта часть и является сказуемым. Кроме того, глаголы, которые перечислены на слайде – «стать», «делаться», «казаться», «становиться», «представляться», «доводиться». И глаголы движения или состояния «сидеть», «стоять» также становятся частью именного сказуемого. Но вы спросите, почему же пересекаются или почему похожи глаголы и в глагольном составном, и в глагольном именном. Ваша задача – видеть эти глаголы и понимать, что вслед за ними идут либо инфинитив, либо именная часть. Давайте посмотрим, что является способом выражения именной части. Имя существительное, как в именительном, так и в творительном падеже. Он мой спаситель, он был моим спасителем. Цельное словосочетание – этот парень высокого роста. Кто парень? Есть. Какой, спрашиваем мы? Высокого роста. Без этого вопроса, то есть просто роста или просто высокого, естественно, смысла в предложении нет. Поэтому высокого роста является сказуемым. Имя прилагательное в разных формах, как краткое прилагательное, как прилагательное в именительном или творительном падеже, либо любая его форма, сравнительная или превосходная степень. Причастие и полное, и краткое причастие – местоимение, числительное и наречие. То есть, другими словами, все, абсолютно все самостоятельные части речи. Давайте попробуем найти ошибку. Фильм оказался неинтересным. Экзаменующийся сказал, что только слово «оказался» является сказуемым. Но ведь это неверно. Согласитесь, сейчас вы после того, как увидели предыдущий слайд. В данном случае оказался неинтересным, является составным именным сказуемым. Он был болен. И снова ошибка. Потому что в этом случае краткое причастие, сходящее в состав именного сказуемого, упущено. Это девушка среднего роста. Я думаю, вы без труда отметите, что тот, кто определил, что здесь нет сказуемого, ошибся. Потому что среднего роста – это и есть сказуемое. Я пришел первым. И снова ошибка. Потеряно слово «первым». Ловушки в задании номер два, которые в обязательном порядке вам встречаются. Я хочу предупредить вас о нескольких ловушках. В предложении подлежащее сказуемое может быть выражено однородными членами предложения. Поэтому указывая что-то одно, то есть один однородный член предложения, вы допускаете ошибку. Значит, отец и мама отправляли письма после своей утренней пробежки и перед работой. В этом случае подлежащее отец и мама. Он взял три веточки мимозы и пошел в школу. Взял и пошел. Если вы упустили хотя бы одно из этих сказуемых, вы, к сожалению, можете потерять балл. Давайте потренируемся. Итак, нам нужно указать варианты ответов, в которых верно выделена грамматическая основа в одном из предложений. Или в одной из частей сложного предложения. Обращаю на это внимание ваше также. Естественно, что когда вы просмотрите все предложенные вами варианты, вы сможете выделить те случаи, где ошибочно выделена грамматическая основа. В первом случае полна тайн, в состав включили дополнение, а значит, это неверный ответ. Во втором случае все правильно, учли и существование однородного сказуемого. В третьем случае, в третьем варианте упустили подлежащее. В четвертом случае не забыли, что здесь определено и однородное подлежащее. То есть учли и однородное подлежащее, и сказуемое. А в пятом варианте, безусловно, забыли, снова потеряли однородное сказуемое. Итак, два правильных варианта, это 2 и 4. И второй пример из кимов. Задание то же самое, указать те варианты, в которых верно определена грамматическая основа. Я надеюсь, что вы без труда это сделаете сейчас. Это ответы 2 и 3. Вы обращаете внимание на то, что в некоторых ответах допущена самая главная ошибка. В состав сказуемого включены дополнения или упущены однородные члены предложения. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что те ловушки, которые подстерегают вас при определении грамматической основы, а именно неумение видеть составное глагольное или составное именное сказуемое, упускать частицы, которые составляют простое глагольное сказуемое, включать в состав дополнения или обстоятельства, или не видеть однородное подлежащее сказуемое, вот этих основных главных ловушек вы сможете избежать. Удачи на экзамене! Здравствуйте, уважаемые 11-классники! Начинаем наш урок. Сегодня в рамках подготовки к единому государственному экзамену по русскому языку мы с вами повторим тему проописания гласных в корнях слов. Перед собой мы поставим следующие задачи. Повторить ранее изученные орфограммы о проописании гласных в корнях слов, потренироваться применять полученные теоретические знания на практике, развивать навыки грамотного письма и научиться или потренироваться выполнять задание 9 единого государственного экзамена по русскому языку. Для начала я предлагаю вам выполнить вот такое небольшое задание. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня, выпишите это слово, вставив пропущенную букву. Перед вами 5 слов. Виртуоз, чарующий, приложение, панорама и блестеть. Для того, чтобы успешно выполнить вот это небольшое задание, мы с вами сейчас повторим основные орфограммы, которые связаны с гласными в корнях слов. Для начала давайте вспомним, что все корни русского языка, в которых есть безударные гласные, можно разделить на три большие группы. Это безударные гласные, которые можно проверить ударением, безударные гласные, которые нельзя проверить ударением и чередующиеся гласные в корнях. Начнем мы с вами с повторения безударных гласных, проверяемых ударением. Это одно из самых первых правил, которые изучаются в школьном курсе русского языка и, тем не менее, одно из тех, с которым связано очень много трудностей при написании слов. Это связано с тем, что слов с этой орфограммой очень много. В очень многих словах мы должны проверять корни ударением, и, к сожалению, ошибки продолжают сохраняться. Итак, для того, чтобы проверить безударную гласную в корне слова, необходимо подобрать проверочное слово, однокоренное, или изменить форму слова так, чтобы эта буква стала под ударением. Это правило все мы с вами помним еще с начальной школы. Как можно проверить гласную? Только что мы вспомнили, либо изменением формы слова, например, «зима» — проверочное слово «зимы» поставили во множество числа, буква под ударением ставили «и». «Боль» — можно поставить слово в творительный падеж «кем, чем, болью», буква «о» под ударением, добавляем «о». Также можно подобрать однокоренное слово. Например, глагол «опоздать» можно подобрать прилагательное «поздний», буква «о» под ударением, К прилагательному «динамичный» подобрать существительная динамика. «Динамика» под ударением, значит, динамичный тоже пишется с буквой «а». Казалось бы, ничего сложного, но здесь, ребята, есть несколько нюансов, на которые следует обращать внимание, подбирая однокоренные слова. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Перед вами три слова «старожил», «разрядить» и «чистота». В слове «старожил» «а» или «о» написать. Все зависит от того, какое значение имеет данное слово. Если «старожил» — человек, который долго живет на одном месте, тогда мы проверяем это слово словом «старый» и пишем «а». Если же «старожил» — это глагол, тогда проверочное слово будет «сторож», и мы запишем с вами «о». Разрядить «е» или «я» пишется в этом слове, и тот, и тот вариант возможен. Все зависит от проверочного слова. Если разрядить растение там на грядке, тогда мы подбираем проверочное слово «редкий» и пишем букву «е». Если же разрядить ружье, тогда подбираем проверочное слово «разряд» и пишем букву «я». Чистота. Если чистота пульса, например, тогда мы проверяем словом «часто» и пишем букву «а». Если же чистота в доме, тогда мы проверяем словом «чисто» или «чистый» и пишем букву «и». Следовательно, делаем такой вывод. Для того, чтобы не ошибиться в выборе гласной в корне, нужно определить лексическое значение слова. Такие слова, как «старожил» и «старожил», «чистота» и «чистота» мы называем амофоны. Это слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и имеют разное лексическое значение. Запомните также такой момент. Нельзя в качестве проверочных подбирать слова, в которых есть сочетания «ра» и «ла», потому что может возникнуть досадная ошибка. Например, нельзя слово «сторож» проверять словом «стража». Нельзя слово «огородить» проверить словом «ограда». Город – «град», золото – «злато», коротко – кратко. Если подбирать такие проверочные слова, то у нас возникнет ошибка. Поэтому нам с вами нужно запомнить следующее. В словах старославянского происхождения с неполногласными сочетаниями «ра» и «ла» пишется буква «а». В словах древнерусского происхождения, соответствующих им, пишут сочетания «ора» и «ола». И мы запоминаем, что такие слова с сочетаниями «ра» и «ла» не годятся для того, чтобы использовать их в качестве проверочных слов. Следующая ошибка может нас подстерегать при проверке безударных гласных глаголах. Например, если глагол «проглотить», проверить глаголом «проглатывать», то мы можем допустить ошибку в написании этого слова. То же самое «выкопать», «выкапывать». Здесь мы с вами должны запомнить следующее. Глаголы с суффиксами «ыва» и «ива» тоже не подходят для проверки. В данном случае получаются глаголы, перед нами глаголы разного вида. Что сделать, проглотить, что сделать, выкопать – это глаголы совершенного вида. Что делать, проглатывать и что делать, выкапывать – это глаголы несовершенного вида. Нельзя проверять глаголы одного вида глаголом другого вида. Посмотрите на слайд и обратите внимание. Глагол «раздвоить» можно проверить числительным «двое», но нельзя проверить глаголом «раздваивать». Итак, запоминаем, что глаголы с суффиксами Iva-Iva мы не используем для проверки. А также запомните, что к производным от таких глаголов словам мы применяем такой принцип. В безударной позиции пишется О. Что это значит? В слове «выкопать» мы пишем О. Мы сейчас разобрали это слово. И в образованных от него словах причастие «выкопавший», «выкопанный» пишем тоже букву О. Хотя «выкапывать» пишем через А. «Опоздать» пишем через О. И образованные от него слова «опоздавший» причастие, существительное опоздание, тоже пишем через О. Хотя есть глагол, извините, «опаздывать». Таким образом, глаголы с суффиксом «ыва» – «ива» мы тоже для проверки не используем. Вторая группа корней – это корни с непроверяемыми гласными. Таких слов достаточно много в русском языке. Много из них слов иноязычного происхождения, которые пришли к нам из других языков. Для того, чтобы правильно их писать, необходимо много читать, пользоваться словарями. Слова эти нужно запоминать. Некоторые из них перед вами – абориген, афоризм, интеллигент, пластилин, панорама, привилегия, снегирь и так далее. Эти слова мы никак проверить не можем, их нужно только запоминать. И последняя большая группа корней – это корни, в которых есть чередующиеся гласные. Их тоже, в свою очередь, мы можем разделить на несколько групп. Начнем мы с вами с корней, которые зависят от суффикса «а». Прежде всего, это хорошо известные вам уже с 5-го, с 6-го класса корни с чередованием «е-и». Они перед вами. Бер-бир, дер-дир, мер-мир, жек-жик, пер-пир, тер-тир, чет-чит, блест-блист и стел-стил. Правило для этих корней звучит так. Если за корнем есть суффикс «а», то и в корне мы тоже, а в корне мы пишем букву «и». Посмотрите на примеры. Соберу – в корне написали, в корне бер написали «е», потому что после корня нет суффикса «а». Собирать – в корне бер написали «и», потому что после корня есть суффикс «а». То же самое касается и сочетаний слов «раздеру-раздирать», «замереть-замирать», «блестеть-блистать», «artsстелить-растилать». В первой колонке везде у нас слова с суффиксом «е», потому что после этих корней нет суффикса «а». Во второй колонке мы везде написали «и», потому что во всех этих случаях после корня есть суффикс «а». Исключением является слово «сочетание», а также слово «сочетание», «бракосочетание». В этом корне мы пишем Е, несмотря на то, что после него есть суффикс А. Также от суффикса А зависят корни, которые заканчиваются на им и ин. Ним, мин, чин и жин. Если после этих корней идет суффикс А, то в корне мы тоже пишем букву И. Снимать. В корне ним написали И, потому что после корня есть суффикс А. Сминать написали И, потому что после корня мин есть суффикс А. начинать после корня чин, суффикс а, и сжимать после корня ж, суффикс а. Слова такого типа очень часто встречаются на ЕГЭ, поэтому будьте внимательны, запомните, как они пишутся правильно. Обратите внимание, что в производных формах этих слов с таким корнем сохранится им, даже если дальше и не следует суффикс а. Вот перед вами примеры. Сниму-сними, подниму-подними. Буква и сохраняется и дальше. Также от суффикса а зависят корни коз, коз и лож, лак. В этих корнях мы пишем букву а, если после корня есть суффикс а. Прикоснуться пишем коз, потому что суффикса а нет после корня. Прикасаться пишем а, потому что после корня коз есть суффикс а. Приложение пишем лож, потому что после корня нет суффикса а. Прилагать пишем а, потому что после корня есть суффикс а. Вторая группа корней зависит от ударения В них в безударном положении всегда пишется одна и та же буква В первую очередь поговорим о корнях гор-гар, клон-клан, твор-твар В этих корнях в безударном положении всегда пишется буква О Под ударением, соответственно, мы пишем то, что слышится Без ударения всегда пишем О Например, загорелый, наклонился, затворять К этому случаю есть несколько исключений, они перед вами Утварь пишется через А Выгорки, изгорь и пригорь достаточно редко употребляемые слова И вряд ли вы их встретите в повседневном общении Но на ИГ они могут встретиться, так что их запомните Это слова-исключения пишутся с буквой А Два корня зор-зар и плов-плав подчиняются противоположному правилу В них в безударном положении пишется буква А Например, заря и, например, плавучий Здесь тоже есть несколько исключений Это слова пловец, пловчиха, которые пишутся через О И слово заревать, которое тоже пишется через О Заревать обозначает не спать очень рано, не спать на заре Таково лексическое значение этого слова К следующей группе корней чередования мы относим корни, которые зависят от последней буквы в этом корне В первую очередь это корень раст-ращ-рос Правила мы помним Перед СТ и перед Щ пишем А Перед С пишем О Например, растения пишем А, потому что перед СТ Выращенные пишем А, потому что буква перед Щ Росли пишем О, потому что буква перед С Здесь тоже есть исключения, ряд исключений Давайте на них посмотрим Росток, Навырост, Ростовщик, Ростов, Ростислав Все эти слова пишутся с буквой О А слово отрасль пишется с буквой А Несмотря на то, что первая группа слов заканчивается на СТ А слово корень заканчивается на СТ А в слове отрасль корень заканчивается на С Также от последней согласной буквы в корне зависит корень скак-скотч Здесь правило такое Перед К мы пишем А, например, в слове скакалка Перед Ч мы пишем О, например, в слове выскочит Исключение составляет два слова Скачок и скачу Они пишутся через А И последняя, наверное, наиболее сложная группа слов с чередованием Это слова, в которых корни, буквы в корнях зависят от значения Этого корня Например, корень мак-мок Мак мы пишем в том случае, если этот корень имеет значение погрузить в жидкость Например, макать хлеб-молоко Пишем через букву А А корень мок имеет значение пропускать жидкость, мокнуть Например, вымокнуть под дождем Или там непромокаемый плащ Вот эти слова мы пишем через О Также от значения зависит корень равен-ровн Равен имеет значение равный-одинаковый Поэтому мы пишем уравнение через А Сравнить пишем через А Уравнение обе части равны, вы знаете Корень ровный имеет значение ровный, прямой, гладкий Поэтому мы пишем выровнять и разровнять с буквой О То есть сделать гладким Исключение составляет слова равнина пишется с буквой О И поровну и уровень пишется с буквой А Поровну и уровень пишется с буквой О Итак, ребята, мы с вами сейчас вспомнили основные группы корней Которые могут встретиться на ЕГЭ Но здесь тоже могут нас, даже зная все корни, мы можем встретиться с вот такой вот сложностью Перед вами три словосочетания Примерять платье, помирить друзей, замирать от страха Во всех этих словах корень похож на корень с чередованием Но лишь в одном словосочетании действительно корень с чередованием Я думаю, вы его увидели, если рассуждали так, как сейчас буду рассуждать я Примерять Это слово образовано от слова мерка Примерка У него есть проверочное слово Поэтому мы в нем пишем букву Е Помирить друзей Это слово образовано от слова мир Наладить мир между друзьями Поэтому мы тоже подбираем проверочное слово и пишем букву И Поэтому в первых двух случаях, хотя перед нами корень «мер» и корень «мир» – это не корень с чередованием. А вот в последнем словосочетании «замирать от страха» перед нами действительно корень с чередованием «е» и «и». Мы в нем пишем «и», потому что после корня есть суффикс «а», и мы бы написали «е», если бы этого суффикса не было «замереть». Итак, делаем вывод. Корень с чередованием бывает похожа на корни, имеющие другое значение. Поэтому нужно правильно определить значение корня. Посмотрите, пожалуйста, на пару слов. Попробуйте определить в каждой паре слов, какой корень с чередованием, в каком из слов корень с чередованием, а в каком проверяемый. Если вы все сделаете правильно, у вас получится вот такой ответ. Корни с проверяемой и гласной есть в словах «горевать», «клонировать», «искоса», «перочинный», «терять». Мы их можем проверить. «Горе», «клон», «коса», «перья» и «потеря», например. Во втором столбике таблицы у нас с вами корни с чередованием «гореть», «наклониться», «прикосновение», «отпереть» и «вытираю». Это корни, которые мы сейчас вот повторяли. Теперь давайте вернемся к нашему заданию, которое мы видели в самом начале нашего урока. Теперь давайте определим слово, в котором пропущены безударные проверяемые гласные корни. Перед нами слова «виртуоз», «чарующий», «приложение», «панорама» и «подгореть». Давайте разбираться. «Виртуоз» – это слово с непроверяемой гласной. Мы не можем подобрать проверочное слово, и это не корень с чередованием. «Чарующий» – к этому слову можно подобрать проверочное слово «чары». Приложение «лаг», «ложь», «корень с чередованием». Пишем «о», потому что нет суффикса «а». «Панорама» – это тоже слово с непроверяемой гласной. И последнее слово «подгореть» – это также перед нами корень, в котором есть чередование гласных «гар-гор». Следовательно, правильный ответ здесь будет «чарующий». А теперь давайте посмотрим, как выглядит задание 9 ЕГЭ, проверяющее эти орфограммы. Итак, формулировка этого задания может звучать по-разному. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая гласная корня. Укажите варианты ответов, в которых пропущена безударная непроверяемая гласная корня или безударная чередующаяся гласная корня. Красным цветом выделено то, что меняется в формулировке. Будьте очень внимательны. Именно при выполнении этого задания следует прежде всего, как следует, разобраться в задании, в том, что у вас спрашивают. Потому что некоторые выпускники торопятся и допускают ошибку, ища слова не с тем, что у них спросили. Или наоборот, или даже напротив, ища слова, в которых одинаковая буква пропущена. Наша задача с вами совсем другая. Выполнять это задание вы можете, как вам удобно. Вот один из алгоритмов я предлагаю вам такой. Прочитайте внимательно слова. Выделите во всех словах корни. Подбирайте слова для проверки там, где это возможно. Выберите слова с чередованием, проанализируйте оставшиеся слова и затем выберите нужный вариант и запишите ответ. Ответом будут цифры. Вот перед нами задание формата ЕГЭ. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. Давайте посмотрим на слова. Потеплевший, лепетать, победитель. Отраслевой, оглавление, громадный. Лиловый, зачерстветь, вытирать. Трамвай, тротуар, солистка. Родилось, роптать, обледенение. Я надеюсь, пока я читала, вы уже нашли правильный ответ. Это первая и пятая строчка. Это слова, в которых мы можем подобрать проверочные слова. Потеплевший, теплый. Лепетать, лепет, победитель, победа. Родилось, рот. Роптать, ропот. Обледенелый, обледенение, лед. Следующее задание. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах пропущено безударное, чередующееся гласное. Итак, смотрим на слова. Умереть, гигиена, катастрофа. Безотлагательно. Касаюсь, вырастить. Вытереть, вычитание, зарянка. Начало, звенящие, обгорели. Выжиг, замочила, убежали. Надеюсь, что и здесь вы смогли найти правильный ответ. Это вторая и третья строчка. Безотлагательно, лаглок. Касаюсь, каскос. Вырастить, раст, раш, рос, корень. И в третьей строчке вытереть, тертир, вычитание, чет, чит и зарянка, зар, зор. Укажите варианты ответов, в которых пропущена непроверяемая гласная корня. Первое. Располагаться, тренировать винегрет. Второе. Коридор, респектабельный, миндалевидный. Третье. Перетирать, обогащение, таинственный. Четвертое. Бакалея, багровые, сострадания. И пятое. Зорница, маршрутный, коричневатый. Здесь тоже два правильных ответа. Это строчка 2 и 4. Коридор, респектабельный, миндалевидный. Бакалея, багровые, сострадания. Это все слова, которые мы не можем проверить. В них нет чередования. Это корни с непроверяемыми гласными. Итак, ребята. Экономист Станислав Струмилин сказал однажды так. Знание, пассивно усвоенное памятью, без умения применять его на практике, это совершенно мертвый балласт в плавании в Житейском море. Так вот, для того, чтобы знания, полученные нами сегодня, которые мы получили, которые мы вспомнили, не стали бесполезным балластом, я предлагаю вам закрепить их, выполнив не менее 10 заданий, номер 9 формата ЕГЭ. Для выполнения этого задания вы можете использовать одну из платформ, указанных на слайде, или те платформы, по которым вы сами готовитесь, осуществляете самоподготовку к ЕГЭ. Яндекс.Репетитор, Решу ЕГЭ, Незнайка, Бинго Скул. Это бесплатные платформы с достаточно большим количеством заданий, на которых вы можете потренироваться. Если вы будете каждый день отрабатывать хотя бы одно задание, безусловно, успех на ЕГЭ вам будет обеспечен. Я желаю, чтобы вы и это задание выполнили правильно, и со всеми заданиями на ЕГЭ справились как можно лучше. А мы на этом заканчиваем наш урок. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова